Здравствуйте! Мы начинаем урок математики. Тема сегодняшнего нашего урока – повторение числа от 1 до 100, нумерация. Цель сегодняшнего нашего урока – закрепить умение пользоваться числовой таблицей от 1 до 100, совершенствовать вычислительные навыки в пределах 100 и умение решать задачи, развивать мышление и внимание. Итак, у нас урок повторения. Урок повторения дает нам понять, что мы умеем и что должны знать, что знаем – будем повторять, что забыли – будем вспоминать. Сегодня у нас необыкновенный урок. Мы отправляемся в гости к героям очень интересного мультфильма. Я думаю, вы все любите мультфильмы. Сегодня мы встретимся с нашими любимыми героями. А чтоб узнать их, отгадайте. Герои мультфильма похожи на шарики. Все знают, что это мультяшки-смешарики. И мы с вами отправляемся в гости к смешарикам. Наши герои хотят посмотреть, чему вы научились и подготовили очень интересные задания. Для нашей работы вам понадобится листочек и ручка. Итак, первым нас встречает ежик. Он приготовил вам очень интересное задание. Этот этап урока мы начинаем с математической разминки. Посмотрите внимательно на числовые выражения. Подумайте и запишите только ответы. Найдите сумму двух чисел 12 и 3. Найдите сумму двух чисел 20 и 10. Итак, продолжайте работать. Вы готовы? Теперь проверим. Да, ребята, вы справились с этой работой. Молодцы, у вас прекрасно все получилось. Следующее задание для нас приготовил Крош. Запишите число, в котором 3 десятка 8 единиц. Правильно. Запишите число, предшествующее числу 30. Верно. Запишите число следующее при счете за числом 39. Да, это число правильно. Молодцы, вы прекрасно справляетесь. Запишите соседи числа 50. Да, это 49 и 51. Самое большое двузначное число. Это 99. Из чисел 76, 35, 84, 48, 90, 22, 59 Вы пишите только те, в которых десятков меньше, чем единиц. Подумайте, ребята. Проверьте. Да, это число 35, 48, 59. Молодцы, ребята, у вас все прекрасно получается. Ребята, продолжаем нашу работу дальше. Вы уже знаете, что существует числовая таблица от 1 до 100, которая позволяет легко запомнить числа. Таблицы очень удобно пользуются. Но важно знать, из цифр, а их всего 10, можно составить различные цифры. Цифры бывают однозначные, двузначные, трехзначные. Еще очень важно знать, числа надо уметь читать правильно слева направо. Сначала называем количество десятков, затем называем количество единиц. Самое главное, числа следуют по порядку. Для запоминания можно использовать таблицу. И вот перед вами таблица. Давайте рассмотрим ее. Это числовая таблица от 1 до 100. В розовом цвете все числа однозначные. В голубом цвете круглые числа. Все остальные числа в таблице двухзначные. Только одно число в этой таблице трехзначное. Это 100. Но еще немаловажно посмотреть и запомнить, что в таблице еще есть желтый цвет. Это числа тоже двузначные. Количество единиц здесь четное. А числа белого цвета – это двухзначные числа. Количество единиц здесь нечетное. Используя данную таблицу, давайте выполним задание. Назовите, пожалуйста, мне однозначные числа. Правильно, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А теперь ответьте на такой вопрос. Сколько однозначных чисел? Подумайте. Правильно, однозначных чисел 9. Верно вы ответили на этот вопрос. Ответьте на следующий вопрос. Сколько всего двухзначных чисел? Проверяем. Правильно, двузначных чисел 90. Назовите числа, в которых десятков столько же, сколько и единиц. Подумайте. Называем. Проверяем теперь. Да, это 11, 22, 33. Это 44, 55, 66. И следующее число это 77, 88, 99. Идем дальше. И следующее задание нам приготовил ваш друг Лосяш. Мы будем сравнивать именованные числа. Но не забудьте правило, что при сравнении именованных чисел мы должны их привести в единую единицу измерения. Итак, выполняем задание. Проверяем. Да, ребята, вы прекрасно справились со своей работой. Идем дальше. И следующий нам встречается Копатыч. И Копатыч хочет проверить тоже ваши знания. И он приготовил нам интересное задание. Посмотрите внимательно. Да, это часы. Посмотрите на часы и скажите, который час на часах? Верно. 9, 8, 4, час дня. Правильно, ребята? А теперь ответьте на такой вопрос. На каком циферблате стрелки образуют острый угол, тупой угол, прямой угол? Правильно, это прямой угол. Верно, это тупой угол, тупой угол и острый угол. У вас прекрасно все получается. И мы продолжаем дальше. И по пути мы встретили еще одного друга, Каркарыча. Каркарыч приготовил интересное геометрическое задание для вас. Посмотрите на геометрические фигуры и найдите среди них одну из лишних фигур. Ребята, ответьте, пожалуйста, какая же из фигур лишняя? Правильно, треугольник оказался лишним. Ребята, у вас все хорошо получается. И вот нам приготовили задание ваши любимые друзья. Это лосяш и бараш. Они хотят также проверить ваши знания и приготовили вам тест. Подумайте и укажите число, в котором семь десятков восемь единиц. Да, это семьдесять восемь. Укажите число, в котором девять десятков восемь единиц. Да, это число девяносто восемь. У вас все хорошо получается, молодцы. Идем дальше. Подумайте, уменьшаемое шестьдесят, вычитаемое сорок. Укажите разность. Да, это число двадцать. Одно слагаемое шестьдесят, другое сорок. Укажите сумму. Да, это число сто. Укажи выражение, в котором сложение можно заменить умножением. Правильно, ребята. Я думаю, когда вы выполняли это задание, вы, наверное, вспомнили правило, что сложение можно заменить только в тех случаях, если одинаковые слагаемые. Сумма одинаковых слагаемых может быть заменена умножением. Мы сегодня плодотворно поработали. Герои наши довольны уроком. Большое вам спасибо. Вы молодцы. Здравствуйте, ребята. Мы начинаем урок русского языка. Тема сегодняшнего урока «Местоимение как часть речи». На экране вы видите слова «Красивый», «Вы», «Дом», «Мальчик», «Зеленое», «Я». Давайте распределим эти слова в две группы по частям речи. И я думаю, вы сделали так же, как сделала это я. Слово «Дом» отвечает на вопросы «что?» – это имя существительное. Слово «Мальчик» отвечает на вопрос «кто?» – это имя существительное. Слово «Красивый» отвечает на вопрос «какой?» – это имя прилагательное. Слово «Зеленое» отвечает на вопрос «какое?» – это имя прилагательное. Как вы заметили, у нас остались слова «вы» и «я». Почему мы с вами не распределили эти слова в две группы? Потому что эти слова не относятся ни к одной из частей речи. Эти слова – местоимение. Мы используем с вами их в своей речи? Да, мы используем эти слова в своей речи. Они являются частью нашей речи. Сегодня на уроке мы ответим на вопрос, что такое местоимение и что оно обозначает. Давайте прочитаем небольшой текст. Машина въехала в город. Машина остановилась возле магазина. О чем идет речь в этих двух предложениях? Правильно, речь идет о машине. Какая ошибка допущена в этих предложениях? Правильно, ребята, слово «машина» повторяется несколько раз. Как мы можем исправить эту ошибку? Заменить слово другим словом. И мы видим, мы заменили с вами слово «машина» на слово «она». Давайте прочитаем то, что у нас получилось. Машина въехала в город, она остановилась возле магазина. И мы заменили имя существительная машина местоимением «она». Так как же образовалась новая часть речи «местоимение»? Посмотрите, машина, мы сказали, часть речи имя существительное. Слово «она» встало вместо имени. Так и образовалась новая часть речи «местоимение», «местоимение». Местоимение – это часть речи, которая указывает на предметы, но не называет их. Чтобы вам было более понятно, мы рассмотрим конкретные примеры. Если я вам скажу слово «сочетание синий кит», вы сразу представите конкретный предмет, то есть «кита синего цвета». Если я вам скажу слово «сочетание он синий», вы конкретного предмета представить не можете, так как под это описание подходит очень много имен существительных. Это может быть и синий пенал, это может быть и синий карандаш, и синий диван, и синий стул. Сегодня на уроке мы познакомимся с новым словарным словом. Это слово «платок». В слове «платок» два слога. Ударение падает на второй слог. Нам нужно с вами, ребята, запомнить правописание гласной буквы «А» в первом слоге. А для того, чтобы проверить слово, если мы сомневаемся в написании этого слова, мы можем использовать орфографический словарь. Чтобы узнать значение этого слова, мы с вами можем обратиться к толковому словарю. Слово «платок» – это многозначное слово, оно имеет несколько значений. И первое значение – это такое. Кусок ткани, обычно квадратный, повязываемый на голову или надеваемый на верхнюю часть туловища, преимущественно женщинами. Второе значение этого слова – это небольшой кусок ткани для сморкания и вытирания носа, употребляемый также для обтирания рта и лица. Давайте вместе еще раз повторим это слово – «платок». Откройте, пожалуйста, учебники на странице 102, мы выполним упражнение 174. Что нам нужно сделать в этом упражнении? Рассмотреть рисунки и назвать предметы. Что мы, ребята, видим на рисунках? Пальто, цветок, лампа, коньки. Что нам нужно сделать с вами? Записать название предметов, а в скобках местоимения «он», «она», «оно», «они», которым можно заменить каждое слово. И у нас в учебнике дан образец. И, как вы видите, наше словарное слово повторяется для того, чтобы мы с вами его запомнили. Это слово «платок». И мы его заменили местоимением «он». Давайте проверим, как мы выполнили это упражнение. Пальто – «оно», цветок – «он», лампа – «она», коньки – «они». Чтобы вспомнить, о чем мы сегодня говорили на уроках, для этого мы откроем учебник на странице 101. Там есть правило. Давайте вспомним с вами то, что мы говорили. В речи мы часто употребляем слова «я», «ты», «мы», «вы», «он», «она», «оно», «они». Эти слова не называют предметы, а только указывают на них. Слова «я», «ты», «мы», «вы», «он», «она», «оно», «они» – это местоимение. Местоимение – это часть речи. Ребята, в вашем домашнем задании будет выучить правило на странице 101 и выполнить упражнение 175 на странице 102. И хотелось бы закончить наш урок памяткой стихотворения. Я о себе такого мнения, огромная роль местоимения, я делу отдаюсь сполна, я заменяю имена. Урок окончен. До свидания, до новых встреч. Здравствуйте, дорогие второклассники. Начинаем урок литературного чтения. Итак, друзья, внимание, ведь прозвенел звонок. Садитесь поудобнее, начнем скорее урок. Ребята, обратите внимание на экран. Послушайте, как вы думаете, что это? Сорок бабушек пришли на именины к одному дедушке. Каждая бабушка принесла в подарок по две расчески. Сколько расчесок получил от бабушек совершенно лысый дедушка? Правильно, это задача. Какая-то странная задача. Вы не знаете, откуда она? Задача из задачника, которую написал Григорий Остер. А вы не знаете, для чего Григорий Остер создал такой задачник? Дети не любят решать задачи, а он написал такие задачи, чтобы было интереснее решать. А еще этими задачами он учит детей не делать плохие поступки. Чему учит нас данная задача? Она учит нас правильно выбирать и делать подарки, чтобы они радовали, а не огорчали человека. Вряд ли этот дедушка остался в хорошем настроении после дня рождения, ведь он был лысый, а ему подарили много расчесок. Даже от одной такому человеку станет плохо. Сегодня на уроке мы познакомимся с творчеством Григория Остера и его произведением. Будем знакомы. Григорий Остер родился в Одессе 27 ноября 1947 года. Писать он начал еще в детстве. Первые стихи писателя были напечатаны в газете, когда он был еще школьником. Григорий Остер написал пьесы для детских и кукольных театров, такие, например, как «Человек с хвостом», «Привет, мартышки», «Секретный фонд», а также сценарии к фильмам-сказкам «Мальчик и девочка», «Как гусенок потерялся» и «Попался, который кусался». Но самую большую известность Григорию Остеру принесли его мультфильмы «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Зарядка для хвоста», а также замечательные детские книжки «Бабушка удава» и «Вредные советы». А сейчас познакомимся со сказкой Григория Остера «Будем знакомы». Здравствуй, уважаемый ребенок! Пишет тебе детский писатель. Этот писатель я. Меня зовут Григорий Остер. Как зовут тебя, я не знаю, но я догадываюсь. И еще я догадываюсь, что тебе хочется услышать какую-нибудь сказку. Если я правильно догадываюсь, тогда слушай. А если я догадываюсь неправильно, и тебе не хочется слушать сказку, тогда не слушай. Сказка никуда не денется, она тебя подождет. Приходи, когда захочешь, и ты услышишь ее всю, от начала и до конца. Но ты, уважаемый ребенок, все-таки не очень задерживайся, а то станешь взрослым, и тебе будет уже не так интересно слушать сказку про слоненка, мартышку, удава и попугая. Эти слоненок, попугай, удав и мартышка жили в Африке. Каждый день они собирались вместе и придумывали что-нибудь интересное. Или просто разговаривали, или мартышка пела смешные песенки, а удав, слоненок и попугай слушали и смеялись. Или слоненок задавал умные вопросы, а мартышка, попугай и удав отвечали. Или слоненок и мартышка брали удава и крутили, как скакалку, а попугай прыгал через него. И всем было весело, особенно удаву, слоненок, попугай, удав и мартышка всегда радовались, что они знакомы друг с другом и играют вместе. Поэтому все удивились, когда мартышка однажды сказала. «Ах, как жаль, что мы знакомы друг с другом! Разве тебе не интересно с нами?» – обиделся попугай. «Нет, вы меня не поняли», – замахала руками мартышка. «Я совсем не то хотела сказать. Я хотела сказать, как жаль, что мы уже знакомы. Вот было бы интересно нам всем еще раз познакомиться. Я бы с удовольствием познакомилась с тобой, слоненок. Ты такой вежливый, с тобой попугай, ты такой умный, с тобой удав, ты такой длинный». «И я», – сказал удав, – «с удовольствием познакомился бы с тобой, мартышка, с тобой слоненок и с тобой попугай». «И я», – сказал слоненок, – «с удовольствием!» «Но ведь мы уже знакомы», – пожал плечами попугай. «Вот я и говорю», – вздохнула мартышка. «Как жаль!» «Друзья!» – вдруг сказал удав и взмахнул хвостом. «А почему бы нам не познакомиться еще раз?» «Два раза подряд знакомиться нельзя», – сказал попугай. «Если с кем-нибудь знаком, то это уже навсегда. Ничего тут не поделаешь». «А мы», – предложил слоненок, – «давайте возьмем и познакомимся сначала». «Правильно», – сказал удав. «Давайте разойдемся, а потом случайно встретимся и познакомимся». «Ой», – заволновался слоненок, – «а вдруг мы случайно не встретимся?» «Ну, это как раз не беда», – сказал попугай. «Если мы не встретимся случайно, мы встретимся потом нарочно». Мартышка закрыла руками глаза и закричала. «Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю вас не знать. Расходитесь, разбегайтесь, чтобы встретиться опять». Когда Мартышка открыла глаза, никого не было. Потом из-за дерева вышел слоненок, из травы выпал судав, а из-под куста вылез попугай. Все доброжелательно посмотрели друг на друга и стали знакомиться. Мартышка пожала попугаю крылышко, попугай пожал слоненку хобот, слоненок пожал удаву хвост. И они все сказали друг другу «Будем знакомы», а потом сказали «Очень приятно было познакомиться». И это действительно было так приятно, что с тех пор они каждый день знакомились по два раза. Утром, когда встречались, и вечером на прощание, перед тем, как отправиться спать. Ребята, я вам прочитала отрывок из сказки «Будем знакомы». О ком эта сказка? Правильно, о слоненке, мартышке, удаве и попугайе. Где жили герои сказки? Они жили в Африке. Чем они обычно занимались? Каждый день они собирались вместе и придумывали что-нибудь интересное. Почему они решили разойтись и разбежаться, чтобы снова познакомиться? Какие лучшие качества подметила в своих друзьях мартышка? Слон вежливый, попугай умный, удав длинный. Итак, сделаем вывод. Кто такой Григорий Остер? Детский писатель. Как называется произведение, с которым мы сегодня познакомились? Будем знакомы. Молодцы, ребята. Думая, предлагаю вам еще раз прочитать это произведение и проиллюстрировать понравившийся вам эпизод. До свидания, ребята. Спасибо за урок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова